Что ты очки-то напялил? Боишься невест не разглядеть? Не переживай, все красавицы, всё будет хорошо. Добрый вечер! Я Лариса Кузеева и это программа «Давай поженимся!» Привет, девчонки! Добрый вечер! У нас сегодня настоящий борец. Интересно, кому достанется? Директору завода из Вологды Татьяне, менеджеру из Москвы Маргарите или алтайской модели Александре? Посмотрим. Но сначала давайте встретим жениха. Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я человек, который любит много улыбаться. И я ищу девушку, которая будет вдохновлять меня это делать всегда. Проходите. Андрей. 25 лет. Невеста помогла ему победить неизвечимые заболевания, но после долгожданного выздоровления в его жизни поменялись приоритеты. Андрей – руководитель отдела продаж в транспортной компании. Играет в футбол и пейнтбол, катается на коньках и сноуборде, путешествует по Европе, мечтает открыть авиаклуб. Андрей никогда не женится на глупой барышнице с избытком силикона. Его избранницей станет безупречной во всех отношениях девушка, которая смирится с его перфекционизмом. Невероятно, Андрюш. Невероятно. 25 лет и уже столько пережил. Ну, тут не мне было выбирать. Просто сойти с ума. А как узнала вот о своей болезни? Как обычно, случайно. Ну, вообще, это о многом говорит, когда человек не сдается. Ну да, когда он борется и добивается чего-то, да, в жизни. И при этом, мне кажется, это очень положительный результат. Андрюш, ну вот когда прозвучал этот приговор? Наверное, в силу молодости просто не поверил, да? Да, конечно, не верится вначале. Наверное, в основном переживали родители бедные? Вот они переживали все время больше, чем я. Даже, наверное, несоизмеримо больше. Ну, вовремя стали лечить, все, да? Ну, успели, так сказать, в последний момент. Нет, он сильный человек. Если он победил болезнь, тем более он очень внешне привлекательный. Я считаю, достойный молодой чувства. Смотри, Андрюш, дорогостоящее же лечение. А вам кто помогал? Ой, столько людей оказалось вокруг меня, прекрасных, которые пришли мне на помощь неожиданно даже. Я не знал, что организовывается там целая компания по сбору средств и помощи. Я работал в фитнес-клубе, тоже в отделе продаж. И как-то в один момент я зашел туда и увидел огромный баннер со своим лицом, что куча людей пришло помочь, собрали... Какая благодарность, да? Да, очень. И причем я этого не ожидал. Не имею 100 рублей, как говорится, да? Хороший парень, если много друзей, значит, хороший человек. Андрюш, ну рядом с вами была еще и ваша девушка любимая. Да, девушка была со мной. Она переехала сразу к вам жить, да? Да, так получилось. Сколько было ей лет? Тогда мне было 21 год. А ей? 22, наверное. Ей примерно... Ей на год больше, соответственно, ей 22-22. И ее родители отпустили? Да, никаких проблем вообще. И то есть Денная Ношна, она ухаживала в очередь с вашей мамой, да, за вами? Ну не то, чтобы прям так ухаживала, то есть она была рядом, она продолжала жить, работать. Не, хорошая, хорошая парень. Саша, у него очень улыбка красивая. Красивая, да, и он сам такой очень красивый. Я бы никогда не подумала, что он мог чем-то болеть, по нему это совершенно не видно. Ну, эта болезнь вас сблизила, я так понимаю, да? Конечно. В тот момент я понял, что те чувства, что были до этого, это было все-таки только начало. Уже после того, как все произошло, через некоторое время, даже я скажу не сразу, только тогда я почувствовал, что есть что-то такое серьезное. Вот откуда, да, казалось бы, в этой девочке, в молодой, столько терпения, потому что человек в болезни, он же непредсказуемо меняется, и капризность, и страхи, и настроение, которое портится ежесекундно, да? И она все это претерпела. Ну, я старался как можно меньше хлопот доставлять, и в целом мне во многом везло, так уж получилось. Андрюшка, сколько в общей сложности вы ходили по лезвию, так сказать? Ну, полтора года заняло активное лечение. Полтора года она была рядом, и когда вы выздоровели, и вам сказали, что все, болезнь как бы прошла мимо, вы почему с ней расстались, девушка? Ну, это тоже произошло не сразу, а прошел где-то год после окончания. Ну, почему девушку просто бросила, я не понимаю. Если она с ним была всю болезнь, и потом она его оставила... Значит, девушка не смогла это пережить. Но, при этом, она же была с ним вместе. А что произошло, скажите? У нас стали какие-то разные интересы немножко. То есть она занималась работой и учебой, параллельно она второе высшее получала. А я в тот момент еще искал немножко себя, потому что я не ожидал. И потом после болезни хотелось ликовать, радоваться, праздновать, да, излечения. А ей, наверное, уже хотелось дома, семьи, потому что устала ухаживать. Да, это уже я понял чуть позже, конечно, после всего произошедшего с ней. А вам хотелось все наверстать, конечно. Да, не могу. Ну, то есть ее обсуждать за это не стоит, конечно. Вообще ее нельзя обсуждать. А вы мирно расставались, нет? Мы очень мирно расстались, очень подружески, никаких скандалов. А сейчас в каких с ней отношениях? Мы хорошо общаемся. Да? Но вы благодарны же ей, конечно. Я не могу просто не общаться с этим человеком. Зовут Катерина. Хотите ей что-то сказать на камеру? Да, хочу. Скажите. Катерина, спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы здесь не сидел и вообще, наверное, меня бы не существовало. Поэтому я желаю тебе самого лучшего в жизни. И знай, что если что-то случится, не дай бог, всегда ты можешь рассчитывать на меня. Где бы я ни был. Саша, а если бы у тебя сложилась такая ситуация, что твой молодой человек заболел, ты бы оказалась с ним рядом или ты бы бросила? Нет, ну и по причине болезни я бы точно не бросила. И вряд ли бы я бросила, тем более уже после его излечения. Это вообще глупо. Мне кажется, если ты с человеком на протяжении всей его борьбы, то оставлять его, ну это не по-человечески совершенно. А вот скажите, пожалуйста, ведь химиотерапия влияет на процесс рождения детей. Вот в вашем случае как? У меня все хорошо. Мне повезло опять. Мне очень много везет. А какую спутницу сейчас ищете? Ну, тут, конечно, сложно так словами выразить. Чаще всего, конечно, я полагаюсь на интуицию и чувствую что-то. Нет, кто вам сейчас нужен? Сейчас мне нужна девушка активная, красивая, естественно. Легкая, как воздух жизни. Легкая, да. Но при этом, как я уже обозначал, это не должна быть глупая девушка. Мне должна быть интересна с ней как с личностью. Первое, это, естественно, внешность. Мы все встречаем по одежке, но чуть дальше сразу же становится общение личностное. Да, Таня у нас умная. Даже иногда очень. Да, как я иногда говорю, лучше быть плондинкой. Прикинулся и все, тебе простили. Да-да-да. А что предложить можете такой красивой девушке? Я предложу ей себя. Все, что я могу и все, что я умею, я ей все это предложу. Нет, ну а куда приведете? Хорошо. Себя это хорошо. А куда приведете-то? Живете с родителями? В данный момент я проживаю, да, в общей квартире с родителями. Значит, к свекрови пойдет. Да, но я точно знаю, что любые мои серьезные отношения сейчас, они не будут проходить на жилплощади с кем-то из моих родственников. А кто предоставит жилплощадь? Я сам предоставлю. То есть вы снимать будете? Я просто куплю в ипотеку квартиру. Главное желание. Все остальное можно заработать, купить. А что сейчас не купить как раз? Я покупал, то есть думал это сделать, но я решил так. Мне, в принципе, сейчас это не нужно. Вот для невесты, для боджины очень хорошо, потому что сами снаши-то имущество будет. Как раз если в браке ипотеку возьмете, роддолги тоже на пару. Да-да-да, кстати. Если сейчас есть жилье, то это его жилье. Если покупать совместно... Совместно на ожитое имущество. Да. Это не к тому, что потом разводится. Роз, мне кажется, Андрей совершенно особенный жених. Он только вот что начал жизнь фактически с нуля, фактически заново. И к нему с общими мерками, наверное, не совсем правильно подходить. Нет, вы знаете, а я не знаю, может я опять буду на всю страну злыдней, которая там про деньги, про дед рождения. Но это неправда, я вот опять в какой раз вступать. Да, ну чё же... Вот ты знаешь, Роз, ну правда. Ты не злойди. Все считают, что про деньги это фу-фу как противно. Вот первое, я знакомлю своих подружек, говорю, такой, говорю, клёвый. Недавно развёлся, вот такой мужик, да, а что за ним? Вот прям первый вопрос, а что у него есть, понимаешь? А кто он, откуда то, чем занимается? Всё, никто не говорит. А куда он, как он отдыхает, вот интересно. Что он читал, да, что он читал в пассе, любит ли он театр, вот не спросил никто. Да нет, это серьёзный вопрос на самом деле. Одно дело жизни начать в 20 лет, вот ты оказался на улице, ты ещё полон сил, можешь найти новую работу, можешь накопить на жильё на другой день, когда в 40 лет? С детьми, не дай бог, на улицу. Вот смотрите, вы считаете себя перфекционистом? Да. Во всём? В большинстве областей. Ну тяжело жить с перфекционистами, вы знаете, да? Я не болезненный перфекционист. А что это такое? Ну человек, который во всём хочет быть лучшим, для него всё должно быть, ну, хай-класса. И окружающие подтягиваются под этот стандарт, и иногда перфекционист перерастает в занудство. Кстати, кто он по гороскопу? Не заметила? Это значит, что, чтобы ложки лежали как надо, чтобы скатерть была только дорогая. Нет, ну если во всём перфекционист, то... Нет, я исхожу просто из своей голосования. Профессия, он должен быть лучший. Ну это хорошо, то есть прорабатывать хорошо. Да-да-да. У неё должна быть самая красивая фигура, он должен есть самое всё вкусное и полезное. А у него у самого фигура. Девушка должна быть его на зависть всем. Ну вот, если драйить пол, чтобы не пылинки. Умри за что бы он не брался, всё должно быть. За хорошие деньги, ладно, постараемся. Чушь. Ну, видно, что он такой... Пенантин. Да-да-да-да. Ну тогда давайте уже желать девчонке. Ну а что, молодой пацан, 25 лет. Я ещё пока вот сейчас на программе-то посижу, послушаю, посмотрю, хочет ли он вообще жениться. Это вопрос. А почему ты сомневаешься? Ну потому что, как он сам сказал, за что купил, за то и продаё. Хочет бы, знаете, жизнь во всех её проявлениях и что-то там догнать. Ну, не переросло бы это вот в такое холостяцкое желание. Поэтому будем смотреть, как к девчонке будет относиться, что будет просить, что даст замен. Пока себя дорогого, ну и чего, для мам ты дорогой. Для будущих детей будешь дорогим, а для невесты ещё пойди, знаю, как там, что будет-то. Смотреть буду, пока не поняла, что за идеально. А звёзды, Вась... А звёзды говорят, что Андрей... Будут ещё такие испытания. ...экстремально сильно влюбится в ближайшее время. Но вот жениться не поспешит. Да, кстати. Может, ему сейчас хочется развлекаться, может, наконец... Он познал все прелести жизни, может, не доженить бы вовсе. Зачем пришёл тогда сюда? Ну, и подружку. Вместе развлекаться веселее. То неужели он такой симпатичный, молодой, не может найти себе подружку? То есть влюбиться-влюбиться. Ну, в принципе, 25 лет. Он и не обязан быстро жениться. Это да. А женится, ну, максимум годика через 3-4. То есть всё-таки невесте придётся ещё подождать. А пока вам нужна та девушка, которая действительно с вами согласится объездить полмира. Та, которая разделит вот эту же жажду жизни. Та, которая будет любопытной. Ей будет интересно всё новое. Потому что вам самому сейчас всё это заново снова интересно узнавать. Ну, Таня, это ты любишь нас путешествовать? Ну, да. Ещё много где не было. Много где и была. Ещё раз можно съездить уже. Вдвоём. Вот такая, наверное, сейчас нужна та, которой не нужно завтра. И часы не тикают. Ну, конечно, не старая. То есть не та, у которой поезд уходит уже и пора. Через несколько минут наш жених встретится с первой невестой. Не пропустите. В эфире давай поженимся у нас в студии Андрей. Встречайте первую невесту. Проходите. Проходите. Здравствуй, Андрей. Здравствуй. Меня зовут Татьяна. Я приехала к тебе из красивого старинного города Вологда. Я думаю, мне есть чем тебя удивить. Приятно познакомиться. Спасибо. Пойдём. Пойдём. Татьяна. 30 лет. Раньше была директором деревообрабатывающего завода. Сейчас временно не работает. Занимается волонтёрством в благотворительном фонде. Мечтает побывать в Австралии. Предупреждает, что её будущий муж должен смириться с её тягой к правильной пище. Татьяна рассталась с избранником из-за его неизлечимой болезни. А через месяц узнала о своём страшном диагнозе. Надеется, что вместе с Андреем она наконец-то сможет радоваться жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Красотка. Что это? Масло Вологодское. Я знаю, что оно уже здесь было один раз. Насколько я знаю, то... У меня как раз закончилось впечатление. Произвело. Да, да, да. Давай, я тебе помогу. Поэтому мне хотелось бы ещё разочек. Спасибо огромное. Давай, давай, давай. Я отмыл пить подарки. Ой, так ведущим понравились подарки. Вологда – это не только масло, это много ещё народных промыслов. И вот немножко хотелось бы такие миниатюрки. Береста наша Вологодская. Поделки. На самом деле очень много всего. Красивый и интересный город. Красивый. Всех приглашаем. Спасибо. Спасибо, дорогая. Спасибо. Для Василиса. Спасибо большое. Молодой Станя из Вологды. С Вологодскими сувенирами. Танюш, а вы когда со своим молодым человеком познакомились, он был здоров? Да. Ничто не предвещало, да? Нет, абсолютно ничего не предвещало. Беды, здоровый образ жизни. Они познакомились, мне было всего 22 года, только после института. В общем, решила пока на пару месяцев устроиться на работу. Деревеобрабатывающий завод, менеджером со знанием иностранных языков. И по долгу службы познакомилась с молодым человеком. Ну, как с молодым? На 10 лет меня старше. Общались. Абсолютно не придавала так внимания. Ну, нравится, ничего. А через год как бы все завертелось, закрутилось, любовь, с утра до вечера, только о нем все мысли. Просыпаешься, думаешь, чтобы все у него было хорошо, засыпаешь. Когда узнали, что он? Где-то 2 года все было хорошо, и вот через 2 года он заболел. Какой диагноз поставили? Онкология, это легкие. И прогноз хороший. Прогноз хороший был, операция, химиотерапия, все хорошо. Единственное, что лечение шло несколько лет. Вы были с ним? Я была с ним всегда и в больнице, и в перерывах всегда. При этом я еще умудрялась работать с утра до вечера. Он так внимательно слушает, может, знакомая ему это все. А потом диагноз неутешительный прозвучал и в ваш адрес, да? Еще до этого, скажем так, как бы не из-за болезни, абсолютно не из-за болезни отношения стали сходить на нет. Вопрос в детях. Мне 28 лет, вроде бы уже хочется детей. С ним такой вариант был невозможен не только из-за его болезни, но и из-за того, что у него уже были дети от первого брака, там, 10-11 лет, хорошие с ними отношения. Но не было желания особого еще заводить детей. Детей, да, она хотела семью, конечно, очень. В какой-то момент начались непонятные вещи происходить. Это я сейчас понимаю, что я тогда уже заболела. Видимо, где-то изнутри все это шло. Истерики, и работа бешеная, и... А у вас-то что? У меня лимфогранулематоз, тоже опухоль сердостения, но немножко другая. Это что такое? Это онкогематология, это заболевание крови. А врачи что говорят? Врачи говорят, нужно время, чтобы восстановиться, потому что лечение закончилось. Вы недавно ведь операцию пережили? Да, в сентябре прошлого года мое лечение закончилось трансплантацией костного мозга. Мне кажется, ну, на самом деле, вот они, мне кажется, они бы смотрелись как не партнеры, а как хорошие друзья. Как вы чувствуете себя сейчас? Чувствую себя хорошо. Ну, само собой, еще нужно время, чтобы организм восстановил свои силы. А зачем-то? Муж поддержка, что ли, нужна? Я думаю, что да. Как-то все время приходилось самой решать свои проблемы. А сейчас кто устаешь? У меня есть старший брат, у него замечательная семья, трое малышей. Поддерживает нас? Поддерживает, да, и я очень много с ними времени провожу, все выходные, стараюсь к ним приезжать. Сейчас в Москве живете? Нет, сейчас в Вологде. В Вологде так же. Андрюша говорит, сколько собирали? А вам кто помогал в этом? Ну, мне, к счастью, повезло, таких затрат, чтобы не было. Вам сейчас отдыхать надо больше. Положительных эмоций. Да. Сейчас нужно много положительных эмоций, потому что плохие болезни от стрессов, от переживаний. Ну, положительных эмоций обязательно должно быть. Кто вам дает, где вы их черпаетесь, что вас делает счастливой? Ну, вот конкретно. Где только можно. После, еще, будучи на лечении в Питере, у нас в городе начал работу свой благотворительный фонд. После лечения, как только немножко силы стали пребывать, я стала у них волонтерить. И это такой кайф. Ты видишь, она даже черпает положительные эмоции неоткуда, в принципе, да? И, наверное, их особо неоткуда черпать. Да, молодец, конечно. Мечтает открыть семейный дом. А строю свой дом уже строю. Это же, деточка моя, ну тебе самой надо же. Чтобы что? Пока паузу взяла, ну, планировала заселить. Сколько детей у Хачки хотите бы хочешь? Как Бог даст. Теперь это все на его осмотрение. Нагрузка бывает разная. Бывает нагрузка стрессовая, когда ты ухаживаешь за больным близким. Это действительно бьет по своему здоровью. А бывает нагрузка вот такая радостная, когда ты понимаешь, что ты в мир что-то несешь хорошее. Да нет, подожди, она же, это же детей же, она же на ноги ставить будет. Это же детский дом, это же не просто дом. Потому что детей Господь, потому и дал здоровье и возможность выжить. Ну как бы не надолго лазить, жалко. Спасибо. Ну, я думаю, сюрприз вы приготовили. Да, я бы хотела пригласить Андрея на сцену, если можно. Я знаю, что тебе очень нравится Венгрия. А также я знаю, что в Венгрии очень много красивых свадебных традиций и обычаев. Вот мне, например, очень понравился один, когда молодой человек крадет у девушки что-нибудь из ее одежды, и тогда она обязательно в него влюбится, они будут жить долго и счастливо. Вот если ты не возражаешь, мне бы хотелось воплотить эту традицию в реальность. Наверное, я могу украсть вот эту штуку. Ну, как бы я не возражаю. Покуралу в карман положил. Пока это просто маленький такой экземплярчик вологодского кружева. Вологда знаменита кружевом. Вот если зайдешь в мою комнату, обещаю, что свадебное платье будет из кружева. А пока хочу еще тебе сказать, что не только в Венгрии много традиций и вообще много чего интересного. У нас в городе тоже есть на что посмотреть. Буду рада тебя видеть в Вологде и хочу немножко вот так вот заинтересовать фотоальбомом и историей города Вологды. С удовольствием у тебя там встречу. Большое спасибо. Угу, все. Спасибо, спасибо. Забирайте цветочки и проходите в свою комнату. Таня, молодец. Да уж. Умница, умница. Как тебе? Голос дружит, все дружит. Как заплетается. Жених сам приятный, очень приятный. Очень интересная девушка. Со сложной, но интересной судьбой. Мне кажется, ей сейчас не хватает чего-то такого светлого в жизни, чистого, теплого. Я уверен, что в ближайшее будущее, судя по ее глазам, она уверена, это получится. А ваш друг как вы считаете? Я думаю, что они могли бы быть интересны друг другу, потому что взгляды их в некоторых деталях схожи. Андрей очень чистый и добрый человек, и Татьяна аналогична. Спасибо, Андрей. Вообще, конечно, очень интересно узнать историю более подробно и просто интересно. Она вас заинтересовала? Ну, я очень ей, как минимум, сочувствую уже сразу, да, это тут сразу идет на уровне понимающего человека, вот. Не надо мне сочувствовать, сочувствовать не надо, но все хорошо. Роза. Ой, что Роза-то? Знаешь, как в старину говорили, ты тоже часто напоминаешь. Жена нужна богатая. Нет, нет, сестра богатая, а жена здоровая. Ну, может, это раньше так было, потому что пахать нужно было, корову дарить не свет, не заряд, поле вспахать. Сейчас, наверное, по-другому все. Я вот, Анюш, знаешь, что хотела тебе сказать, вот дочке тоже, вот, ну, мама, не, ну, что теперь? Я тебе скажу, мой хороший, хватит надрываться, хватит. Тебе нужен мужчина, конечно, не Андрюш, не вы, постарше, пускай уже с ребеночком будет. Я понимаю, как мама, она уже реализовалась уже, даже не инсинкты, а любовь, раз уж прям мечтает про детский дом. Но, знаешь, ты особо там не торопись так надрываться, как говорится. Вот я к Ксеньке тоже говорю, не волнуйся, настираться, нагладиться, еще нагорбатиться нам уже, успеешь. Получай какое-то удовольствие, наслаждение, а ты прям сразу же к балу, буду это, буду то и так далее. Пускай он до свадьбы, вон, ухаживает, развлекает, вложится в себя, там еще успеешь. Не Андрюша, конечно, вы меня извините, но... Ну, мне тоже кажется, Танюхе долю такого здорового эгоизма не помешало бы, но она уже и так по малолетству настрадалась, наухаживалась. Ну, немножко, Таня, ну правда, ну как поживи для себя-то, будет пахать. Причем есть конкретный срок, который ей нужно пожить для себя, это ближайшие три года. Я бы даже сейчас на месте Татьяны ни в какие отношения не спешилась. Смотри телик, там, все книжечки. Я могу сказать, что Таня действительно не нужна. То им то, как говорила Муртика, а то им раз, и это, понимаешь? Лариса, ну действительно, согласитесь, не всегда нужно спешить замуж. Вот в случае с Таней, ближайшие три года, надо действительно посвятить себе своим ощущениям от жизни, своему какому-то познанию себя. Захотелось мороженое купила, захотела чулочки. Согласна, согласна. Мне кажется, самое интересное, все начнется в 35. Давай поженимся теперь ваше мобильное. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Андрей. Встречайте вторую невесту. Спасибо. Привет, Андрей. Привет. Меня зовут Рита. Знаешь, я верю в подсказки судьбы, и мне кажется, именно они сегодня подсказали мне оказаться здесь. Рад тебя видеть. Спасибо большое. Спасибо. Проходите. Маргарита. 25 лет. Менеджер в рекламном агентстве. Увлекается футболом и теннисом. Участвует в волонтерских проектах. Мечтает открыть семейный детский дом. Гордится работой на паралимпийских играх. Предупреждает, что не сможет жить с мужчиной, у которого нет чувства юмора. Маргарита влюбилась в футболиста, но он не оценил ее чувств и назначил дату свадьбы с другой девушкой. Надеется, что Андрей ответит ей взаимностью. Рит, а ваш футболист был игроком первого дивизиона? Да, он был обычным футболистом. То есть на тот момент я не стремилась к каким-то деньгам, какому-то богатству он был. Нет, просто молодые девчонки часто увлекаются известными артистами, спортсменами. Да. Поэтому ничего странного. А он был даже неизвестным. Он проводил основное время на скамейке запасных, и это меня никак не смущало. Ну, может быть, мы все говорили, подожди, он еще выстрелит. Возраст уже был 24 года. Значит, вы просто в него влюбились, потому что сегодня спортсмены, богатейшие люди, и за них модно выходить замуж. А потому что просто влюбились. И вот он едет на сборы, вы за ним. Я за ним, я говорю маме, мам, я влюбилась. Я пришла в первый же день, я говорю, мам, я без него жить не могу. Сколько вам было лет? 20. А учились где-то? Училась, да. И вот вы все бросаете и едете за ним? Да. На какие деньги? На родительские деньги. Футболист ее зацепил тогда, я помню. Рит, ну как? А родители говорят, слушай, ну Ритка, у тебя еще будет этих футболистов, знаешь, футбольная команда. Вот закончи там институт, принеси диплом, а потом езжай ты куда ты хочешь. Как они с легким сердцем говорят, прям, ну езжай, не что-то приделать, влюбилась. Нет, 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 это было лето. Сначала я сказала, что я поеду просто на лето, как бы у меня каникулы, я там побуду, море рядом. Родители бы ее не остановили, даже если бы пытались. И вот вы ему готовите, стираете, ждете его в номере, там на плиточке ему готовите там яичницу, да? Глаза смотрите, пастирушечка, в общем, живете, проживаете его жизнь. Проживаю его жизнь, сижу дома, жду его. На что-то надеетесь, да, что он вам скажет? Риток, завтра в ЗАГС. Как минимум, да, я очень хотела, я верила, что... Хотя нет, я не верила, я, наверное, ну, хотела верить. И вот он говорит, Риток, мне завтра в ЗАГС, с Люськой. Да. Причем сказали мне об этом вот друзья, то есть он как бы не набрался этой смелости. Это ужасно, да, но, видишь, кто-то женится на других, встречается с одними, женится на вторых, встречается с третьими и так далее. Я вернулась в Москву, и я встретила его друзей, которые говорят, Рит, а что ты там с ним ходишь-то все? Я говорю, в смысле, так он уже к свадьбе готовится. Я говорю, к какой свадьбе? К своей свадьбе. И я позвонила, спросила там, ну, вот почему ты мне не рассказал об этом? Он говорит, а я должен был? Вот этот коронный ответ, когда спрашивают, а что ты не сказала про жену, а ты не спрашивала? Ну, примерно вот такой же был ответ. Ну, ты же не спросила. Прекрасно, а почему ты не сказала, что это трое? Нет, объясняйте, девчонки, ну, послушайте. У актеров поклонницы по всем городам России. Ну, их же никто не заставляет, они же понимают, что там есть жены, есть возлюбленные. Они хотят, это их жизнь. И они бегают несчастные на рынке, покупают какие-то подарочки детям своих кумиров, женам. А те дураки выпивают и ночуют, как говорится, с своим поклонницами, ничего им не обещают. Это такая негласная договоренность. Я звезда, я тебя не звал, ты сама меня любишь, я иногда тебе буду себя дарить. Я так говорю жестко, потому что, ну, будут же и другие какие-то ситуации. Да, все правильно, да. Понимаете, вот и все. Но к поклонницам жены даже не ревнуют. Смысл ревновать? Господи, их там до бесконечности будет, этих подружек, интрижек. Наоборот, в некоторых случаях и дружат, и говорят, слышь, помнишь, что у нашего-то, у нашего-то язва, и на ночь пусть надевают шерстяные носки. Я передала вот в рюкзаке в черном, потому что он даримышный, должен спать в них. Так что, дорогая моя, никто не отменял гордость, да? Да. В следующих отношениях ждем, когда перед нами будут властаться, а мы не аниме. И вот... Так что не переживай еще, Маргарита, у нас есть сайт двоеточка.тв, там холостых много, так что будь, где свою гордость показать. А вот перед нами сидит жених. Да, я не скажу, что его проблема знакома, мне косвенно знакома его проблема, так как за последние три года я пережила потерю близкого для меня человека от онкозаболевания, моя лучшая подружка. Ее недавно не стало, она болела ликозом. Мы долго боролись за ее жизнь, где могли, искали деньги, где могли, искали поддержку, силу. И я понимала, как это быть с человеком, который болеет, который может капризничать в силу того, что... Ну, он имеет право капризничать, потому что так сложилось. Я, кстати, не капризничала, потому что мне не перед кем было капризничать. Перед кем? Перед медсестрами и врачами. Почему мужчины-то не хотят с вами общаться-то? Вы же детям помогаете онкологическим, и мужчинам это рассказываете, и они потом так с горизонта и уходят. Значит, не те мужчины. Я мужчинам, во-первых, ну да, это не те мужчины. Зачем мне какой-то сухарь, который не будет относиться так к этому? Я же не делаю, я же не ворую, не убиваю, я делаю доброе дело. А вы зачем рассказываете-то? Ну, мы же общаемся. Ну, как? Что это же есть? Они так всего боятся, а тут еще это... Роза, значит, не те мужчины. Не подразумевленные. Ну, как, если ты влюбляешься, и тебя твой любимый спрашивает, а чем ты занимаешься? Он говорит, помогаю деткам, несчастным, которые попали в беду, и их родителям. А что нужно? Говорит, чем ты занимаешься? Хожу в фитнес-клуб. Вот видишь, как я себе все это здесь делаю? Да, ну что, тебе нужны вот эти насекомые? Мне нет. Ну, поэтому не те мужчины. Не те мужчины абсолютно. Я не могу, да, вот для меня это важный показатель, чтобы мужчина был добр, чтобы он как бы относился к этому состраданием. Состраданием, потому что все, все под Богом ходим, все под Богом ходим. Она была полностью поглощена этой проблемой, и свои проблемы отошли не то, что на второй план, а на десятый план. Скажите, а вы на каком свидании обычно рассказываете о том, что вы пережили? И делитесь ли вы с девушками? Ну, я обычно... И как они на это реагируют? Никогда не встречал реакции какой-то негативной. Вы знаете, я даже больше скажу. Мы с Андреем очень много времени вместе проводим, как и вечера выходные, да? Мы вообще не думаем об этом. У нас нет никаких проблем. Да, конечно, нет. Правильно, молодые. Послушайте, у меня мастер курса был, Владимир Викторович Петров, который прошел пробую войну. Он уже тоже умер, Царство Небесное. И он говорит, лучшие годы были во время войны. Ходили все по краю смерти. То есть кто-то мог не вернуться с поля. Но все были молодые. И все шло своим чередом. Влюблялись. Также шутили друг на другом. Пошутили. Говорит, когда я попал в госпиталь, у нас был один солдат, который был просто на грани смерти. Ждали, ну вот-вот. Говорит, кличка у него была «Самолет». Потому что у него не было ни одного живого места. И он был весь в гипсе. Говорит, как самолет просто. Он говорит, и мы даже ему умудрялись между пальцев вставлять там спички. Говорит, поджигать шутили. Потому что, знаешь как, болезнь болезнью, а жизнь, она идет своим чередом. И молодость, и влюбляешься. И, конечно, ты не говоришь об этом. Вот, когда ты был, помнишь, тебя возили на химию. И вот он, нет, конечно. Поэтому, ребят, смотрим на сюрприз. Да, давайте. Давайте. Андрей, перед тем, как приехать сюда на программу, за несколько дней я съездила в онкоцентр, где находятся детишки на лечении. И вместе с ними мы рисовали рисунки. Они не знали то, что я пойду на такую программу, я им все рассказывала, они это понимали. И вот хотели бы тебе сделать такой подарок. Мы сделали вместе. Надеюсь, что это будет память. И тебе понравится. Андрей, не болей. О, посмотри, здесь проекты. А, ну да. Спасибо большое. Спасибо. Приходите в свою комнату. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так, в первую нервничала. Мне нервничала, что было отлично. Ну, видно было, что я нервничала. Хорошая девушка, прям в соку, как говорится. Вот это самое важное, ухаживать будет. Потому что сострадательно. Знаете, это тоже очень важно. Сейчас вроде бы, когда влюбляетесь, а потом, когда быть начнется, ой, посмотрю я, кто еще выдержит, в общем-то. Так что, присмотрите, даже не присмотрите, а и здоровая. Тоже немаловажный фактор. Детишек хотите и все остальное. Так что, ой, сложный замес у вас в гороскопах синастрический. Внешне она не совсем ваш тип девушки и по поведению, и по, ну, тому, вот какая она. Но при этом, если узнаете ее поглубже, вы удивитесь. Она совершенно другой человек, и я советую вот здесь за внешнюю оболочку посмотреть внутрь. Поглубже действительно с ней познакомиться. И еще, о чудо. У нее Марс в знаке Овна. Она обожает мужчин Овнов. Это ее типаж. Единственное, что именно с ними у нее самые бурные, самые непростые романы. Если хотите красивого, бурного и не всегда простого романа, местами сложного, пожалуйста. А, видишь, у нас будет бурный... Бурный роман. А с третьей девушкой хотите познакомиться? Конечно. Проходите. Привет. Меня зовут Александра. Очень рада с тобой познакомиться. Надеюсь, это то, что мы сегодня встретились, это не просто так. И, может быть, это знакомство окажется чем-то большим. Чем просто сегодняшняя встреча. Спасибо большое. Спасибо. Александра, 27 лет. В прошлом модель. Сейчас работает помощником руководителя в производственной компании. Ходит на выставки, смотрит старые российские фильмы, мечтает о домике во Франции. Предупреждает, что ее будущий супруг будет всегда под ее контролем. Александра два года ездила из Барнаула в Москву к женатому мужчине до тех пор, пока он не пропал. Надеется, что Андрей никогда ее не бросит. Александра, а вам было известно, что многие женатые мужчины стремятся разнообразить свою интимную жизнь за счет вот таких вот неопытных дурочек? Конечно. И скрывают наличие жен. Вы знаете, к сожалению, у вас был из таких поздно. Мы познакомились, когда я еще об этом не знала, и это ничего не предвещало беды. Мы общались, и поскольку мы жили в разных городах, конечно, сложно было понять, ну, насколько он свободен. Он приглашает вас в Москву. Ну да, мы с ним знакомимся на отдыхе, приглашает меня в Москву. Через какое-то время я приезжаю, то есть мы здесь общаемся. А он вас приглашает, встречает и куда везет? В гостиницу? Ну, в гостиницу, да, но я живу там одна. В гостиницу. А не задайте ему вопрос, а почему в гостиницу? Ты же не в гостинице живешь. Ну, вы знаете, у нас, мне было все-таки 18 лет, может быть, он сделал скидку на мой возраст. Может быть, он не хотел меня шокировать. Родители, когда он вас пригласил? Ну, родители были в шоке, конечно, и они, может быть, до конца не одобрили мой выбор и всегда переживали за меня, поскольку он все-таки был старше на 10 лет. И, естественно, сложно смириться с тем, что 18-летняя девочка ездит в Москву к человеку, который старше. И вы даже не догадывались, что он не один? Конечно, я подозревала. Конечно, подозревали. А когда он вас уже пригласил окончательно и снял для вас квартиру? Это было где-то через первых, наверное, месяцев 5. То есть вы уже знали, что он вам сказал, у меня есть жена. Нет, он этого не говорил, но он предложил мне снять квартиру. При том, что все то время, что я была в Москве, он всегда жил со мной. То есть я не могла понять, что человек не свободен, что он... Ну, задавали же ему вопросы, друзья, наверное, говорили. Ну, старалась. Вы знаете, мне было 18 лет. Я думала, что вы были влюблены и думали о своем чувстве. Да, мне настолько было хорошо. Она, конечно, ему очень верила, влюбилась и думала, что это мужчина всей ее жизни. Вы же узнали, что он женился и сравнительно недавно, кстати. Конечно. Почти одновременно с знакомством с вами. Почти одновременно, да, со мной. Конечно, я тешила себя надеждой. Может быть, на определенном этапе я думала, ну, может быть, он сделает выбор в пользу меня. Но прекрасно, в принципе, понимала, что тоже это не то, что 50 на 50. Но вы смотрите, а ведь когда вы узнали, что он женат, вы не уехали? Нет, не уехала. Почему? Я не смогла, я любила, мне был добрый человек. Нет, когда вы уже поняли, что он с вами не будет, вы знаете, как получилось? Он же ведь исчез на какое-то время. Он не исчез, то есть в определенный момент, да, то есть я приехала, все было хорошо, ничего не предвещало беды, и тут мне нужно было уезжать на сессию, и у него не работал телефон. То есть у него в последний день почему-то что-то с телефоном было не то. И когда я приехала уже к себе домой, я написала ему смс, что я прилетела, и ответа не поступило. И через два дня он мне пишет, что ты извини, но нам нужно расстаться. И потом я выясняю, что просто сим-карта была вставлена в телефон жены, и она это увидела. Да, это, конечно, некрасивая ситуация получилась с этим телефоном. Он вам предложил после того, как вы расстались в материальном поле? Он предложил мне, он сказал, что ты можешь всегда ко мне обратиться, я тебе помогу, пожалуйста, то есть ты для меня тоже не чужой человек, что, в принципе, за что ему спасибо. Он в этом плане оказался очень достойным человеком, да, он помогал. Ну, и не сказать, что вы чего-то. А вы не убрали от него помощь? Вы знаете, она мне просто в тот момент была нужна, так как я ехала в Москву, да, я решила, что, ну, для меня она сейчас просто мне нужна. А родители вам не помогают, что ли? Вы знаете, ну, я живу сама, я зарабатываю сама, я не прошу родителей. Вы не зарабатывали ничего, вас обеспечивал женатый, богатый мужчина. Да, да, и после этого я начала работать. Ну, а родители как, ну, я даже не представляю. Нет, ну, родители, конечно, я же не сирота слабого, конечно, мне помогали, но они меня не содержат. Правильно, тогда он ее обеспечивал, а сейчас она сама работает. Конечно, вам нравится Александра Жених? Мне очень понравился Андрей внешне. Конечно, он очень сильный человек, потому что он пережил такое, это не каждый сможет вынести, но при этом по нему даже не скажешь, что что-то было с ним не так. Я действительно, ну, я очень рада бы знакомству и очень приятно. А вот твой муж, что под контролем хотите держать, под каким это? Ну, я не скажу, что под контролем, но я считаю, что отношения должны быть доверительные, то есть люди должны... Не, вы что контролировать, ну, было сказано, я хочу... Ну, чтобы я знала, что он, где он, как он, чтобы он не жил своей собственной жизнью, а все-таки делился со мной какими-то планами. Андрей обратил внимание на Александру, он смотрит на нее. На других двух участниц он, в принципе, не смотрел. Сходите же, когда хотите. Да я бы уже сейчас завела, я, в принципе, готова к этому. В съемную квартиру, что ли, вы их заведете? Вы знаете, я хочу, я стремлюсь к покупке своей квартиры. А если у мужа не будет квартиры? Ну, мы будем вместе стремиться к этому, к покупке. Почему? Если я одна к этому стремлюсь, да, я откладываю деньги, мы можем вдвоем это сделать все гораздо быстрее. И если есть желание, если есть возможности хоть какие-то, я считаю, что, в принципе, все достижимо. А к чему вы вообще стремитесь? Вот самая смелая мечта на текущий момент времени? Ну, стать, ну, я и так, в принципе, да, независима ни от кого. Ну, наверное, обрести семью, детей. То есть я вижу себя в этом. Скажите, а если вот судьба вам так отомстит за ваше прошлое, если поймете, что у вашего любимого мужчины, у вашего мужа параллельно с вами есть еще кто-то, как будете себя вести? Вы идиоти гордо, будете бороться за свою любовь. Вы вообще боец или... Я боец, но я тоже считаю, что все людям воздается по их заслугам, и что, в принципе, никто от этого не застрахован. Мужа, отдадите любовницу? Нет, я буду стараться его все-таки оставить себе. Молодец. Это сдаваться нельзя ни в коем случае. Да. Убеждает тот, кто борется. Конечно, конечно. А вы приготовили сюрприз для человека? Да, я приготовила сюрприз. Я просто узнала, что «12 стульев» – это любимый фильм Андрея, поэтому я приготовила сюрприз по этой тематике. Смотри, у нас есть два стула, я вручу тебе инструмент. Тебе нужно разрезать сначала один стул, потом второй. Боже, ужас, а потом вторую. Да, и ты там можешь найти клад, который, в принципе, можем поделить с тобой, или это будет первым вложением в наш семейный бюджет. Ты готов? Конечно, готов. Давай, пройдем к термоску. Да, проходи сюда. Я прошу тебя, начинай. Прекрасная история. Ну, а что делать? Ой, по-моему, здесь что-то есть. Вот видишь. Смотри. Так, я предлагаю... Но сюрприз ему понравился, он даже улыбается по-другому. Есть предложение к тебе, либо мы сейчас это делим, либо все-таки ты приходишь ко мне в домик, и мы потом думаем о нашем семейном бюджете. Давай поступим по твоему. Хорошо, спасибо. Спасибо, да. Барский сюрприз я вам хочу сказать. Молодец, Александр, постарался. Приходите в свою комнату. Спасибо большое. Цветочки не забудьте. Конечно. Реквизит я оставлю себе на память. Хорошо. Так, Саша, давайте перейдем. Ну что ты? Какой мальчик, какой мальчик. Мне он так понравился. Роза прямо на стуле заерзала так нервно. Да, я что-то не поняла, ты что деньги-то отдал? Она сказала в комнату, когда зайдешь ко мне. Какая молодец, а? Конечно. Прямо сейчас она будет разбрасываться миллионами. И так уже два стула погибли, не за что. Да. Хорошая девушка. Понравилась мне. И я знаю, что Андрей эстет. И я визуально вижу даже их вместе, когда они стояли рядом. Поэтому присмотрись, Андрей. Да, безусловно. Это мой типаж. И я вижу, что эта умная девушка, она не была взрослана в теплице и знает, что такое жизнь. Это тоже очень хорошо, это важный пункт. А история не смутила вас ни капли? Нет, я очень просто отношусь к историям прошлого. Если там нету какого-то ужаса, да, там убийств и так далее. Вот видишь, как он правильно меня понял. Это ему очень понравилось. У него взгляд загорелся. А когда ты ему сделал этот сюрприз, он просто не ожидал. Нет, он просто не ожидал, никто не ожидал. И то, что он вытащил деньги. В Александре смущает ее подготовленность. То есть она такая хорошую школу прошла. Она знает, как говорить, как себя подать, как сидеть. И вот фотомодельная. Ну такая жена, уже готовая жена богатого мужчины, в общем-то. Почему Роза всегда в себе что-то смущает? По-разному можно посмотреть на эту историю. Девушки, у которой в гороскопе смешаны овен и телец. Две эти энергии. С одной стороны активность и напор. С другой стороны желание материально устроиться. Можно говорить, выживала как могла, любила, на все закрывала глаза. Можно говорить, закрывала глаза, потому что видела, что выгоднее в какой-то момент времени эти глаза закрыть. Я могу сказать, что ее сердце не разрывалось от того, что там кто-то страдал, и она, в общем, блюла свои интересы. Любимая, она из Барнаула приехала в Москву, а не наоборот, из Москвы в Барнаул. Да, совершенно верно. То есть она блюла свои интересы. И мне кажется, что вас это все-таки должно было как-то насторожить. Потому что я бы могла заподозрить в ней склад человека, который не только через женщину, через чужую жену переступит, если что, но и через мужчину, если будет что-то выгодно, интересное. То есть вы должны уже, выбирая ее, понимать. Это девушка, которая своих интересов не упустит. Это неплохо иногда в отношениях, но вы должны быть к этому готовы. Конечно, мне было 18 лет, я думала с этим другом. Я не думала о последствиях, я не думала о ком-то, кроме нас двоих. Вы знаете, в каждой девушке есть своя изюминка, честность, искренность, чистота. Но я все равно остановлю свой выбор на Александре и буду рекомендовать Андрею именно ее. Вот друга я прям поддерживаю. Молодец, друг. Не, ну другу виднее, конечно. Вот мне не странно, и Татьяна, и Маргарита яркие, красивые девушки. Вы выбрали здоровую, самую здоровую, с которой будет в этом смысле спокойно и надежно, как вам кажется. Потому что и Татьяна, и Маргарита женщины тревожные. Обе тревожные. С ними будет вам немножко нервно. Вот и все. Поэтому критерий один. Александра легкая, ухоженная, холеная. И не важно, что у нее было не очень прошлое это, на самом деле. Понятно, что она за счет мужика выжила. Переехала в Москву, вот и все. Но вас это не смущает. А первые две девушки смутили. Ой, ну мне так понравилось вообще. Я не могу. Я уже все. Я готова. Что он зайдет за тобой. Василиса, может быть мы просто... Завидуем? Вы не злобствуете. Хотя Александра красавица, я тоже не поручусь, что она будет, например, не то что в горе и в радость, что она будет ждать три года, пока вы соизволите жениться, а не просто с ней повстречаться. Она девушка прагматичная. Я думаю, что просто отношения на несколько лет ее сейчас не устроит. Я вас призываю все-таки еще немножко подумать, потому что... Вы призываете воздержаться. Потому что... Нет, не призываю воздержаться, что вы, Маргарита, вам подходит лучше. Я про это сказала. Несмотря на то, что внешне, может быть, Александра вас покорила больше, но вы же из тех, кто знает, что нужно заглядывать внутрь за эту оболочку. Поэтому я советую заглянуть мысленно и все-таки предпочесть Маргариту. Это опять же ее мнение. У каждого мнения свое, субъективное. Она видит так. Вы говорили, что хотите объездить весь мир, а лето само навевает мысли об отпуске, поэтому хотелось бы подумать о том, когда лучше планировать наши поездки на июнь 2014 года. Во-первых, самое важное правило. В этом году лучше всего возвращаться туда, где ты уже был. Если речь идет о родине или о другом государстве, лучше ехать туда, где ты уже когда-то побывал, где твоя нога ступала. То есть, ну, в принципе, давайте повторяться. Это залог этого года. Если заглянуть и посмотреть детально уже по календарю на ход, какие дни выбрать для начала поездки, то для коротких поездок это будут 4, 9, 18 и 26 июня. А для длинных поездок, ими управляет Юпитер, подойдут 1, 6, 11, 19 и 28 июля. Видите, как много времени у вас было для того, чтобы решить окончательно, в какую из этих дырей постучаться. В любом случае, Андрюш, мы вас поддержим, поэтому проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Алексей, 24 года, номер 3440. Менеджер проектов в сфере интернет-коммуникации. В свободное время занимается фитнесом, тайским боксом и айкидо. Ему понравится стройная спортивная девушка, которая умеет веселиться. Наргиз, 28 лет, номер 3441. Тележурналист. Посещает выставки, любит смотреть хорошие и добрые фильмы, читает классику. Познакомиться с честным и преданным мужчиной, который сумеет усмирить ее Пелкинра. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. О, здравствуйте. Я за деньгами. Да вы что? А это она за мной. Конечно, за тобой. Да, но деньги тоже возьми. Это все-таки... Это все... Это начало. Да. Ну, ты хочешь хранительницу речега. Хорошо. Согласна? Да. Хорошо. Я заберу. У нас есть пара Александра и Андрей. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Любился. Иногда с мужчинами это бывает. Зачем же ему отрывать молодому мужчине? Любовь оправдывает многое. Перевязать тогда. К этой девушке я не смогу серьезно относиться. Ей сегодня идти одной, вдоль по улице ледяной. Зач. Не староват? Нет. Ну, есть немножко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова